Никакого монтажа. Всё так, как бы вы видели своими глазами. Проект независимого видеопортала tvbalty.md. Своими глазами. Молодцы! Молодцы! Браво! Драво! 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 Добрый день! Добрый день, дорогие бельтянцы! Добрый день прямых других районов и люди, которые приехали нас поддержать. Я хочу выразить вам огромную благодарность за оказанную поддержку сегодняшний день. За эти пять дней, когда мы унивили голодовку, к нам приходили сотни людей. Тысячи звонили по телефону на горячую линию. Несмотря ни на что, при вашей поддержке мы только выдержали. При том, прессинге, который оказывался на моих коллег, на моих друзей. Я их понимаю, им тяжело было пройти. Рината Гридинарова заболела воспалением легких. Несмотря ни на что, она не покинула голодовку. Капельницы тапали прямо в 334 кабинете. Она выдержала, она прошла. Ей огромное спасибо. Молодец! 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 Также я хочу поблагодарить Осербаеву Светлану. Температура 38,4. Головные боли страшные. Три раза в день скорая, давление 200. Она не сломалась. Она стоит рядом с нами. Также Бадюк Евгения. 38 температура. Давление сумасшедшее на ее семью и на нее. От этих демократов со второго этажа. Угрозы. Повестка в полицию. Она простой преподаватель. Так же, как и Осербаеву. Они этих слабых женщин хотели запугать полицию. Я хочу обратиться сегодня к полиции. Вы офицер МВД. Вы силовики. Вы структуры. Зачем вы исполняете глупые приказы людей Которые сегодня политические Подчиненные Демпартии В моем понимании Армия и политика Это разные вещи МВД и политика Это тоже разные вещи Вы присягали Когда пошли на службу Своему народу Вы не присягали политикам Демпартии Вы не присягали Вохотнику, вы не присягали Маху Вы присягали народу Почему сегодня Вы загоняете моих коллег Моих советников Наших советников, которые избрал народ Бельчане их избрали Почему вы сегодня угрожаете им уголовными делами Почему сегодня Вы хотите закрыть половину наших советников Потому что Приказал Плохотнюк Маху Люди говорят Витюк приказал Я обращаюсь К офицерам Когда вам дают Глупые приказы Вы хоть задумайтесь О чем вы делаете Перед вами стоят люди Нормальные люди И дальше я хочу сказать Демократам И этим людям Со второго этажа В правом крыле Меня Госконцелярия Прекратите Прекратите Блокировать Блокировать Работу города Что вы делали для блага Бельчан Я горд Тем, что ни один мой коллега В отличие от вас Не взял Никогда И не возьмет взятку Я горд Я говорю о том Что сегодня На муниципальном предприятии Объединения рынков Где стоит сегодня Грамотный руководитель В прошлом Полковник полиции Порядочный человек Влас Юрий Который поднял Выручку На муниципальном предприятии Объединения рынков На 9 миллионов Когда эти 9 миллионов Уходили в старманы Мельнику Маху И так далее Потом Маху Будет подавать в суд И кричать Что я не видел Так 9 миллионов А я к нему обращаюсь Как вице-премарю На тот момент времени Что он не учитывал Контроль данных предприятий Или что они сделали С водоканалом Сотни миллионов лей Уходили по отмыванию Стиральная машина Фантомы фирмы И все это Кого обкрадывали? Нас А что с ЖКХ Посмотрите Что было? Автомобили По 20 тысяч евро? Или закупочные акты Какие-то непонятные Швы на девиэтажках Которые стоят рубль А продают за 20 Я не хочу никого Угрожать Или предупреждать Я просто говорю Дим партии Еще раз Будет такой выпад В отношении Нашего города В отношении Жителей города В отношении Муниципальных советников Мы призовем И выведем людей На акции протеста Не только в Бельсах Как сказал Наш примарь Ренат Усатый Мы выметим За один день Этих демократов И по всей стране Мы за один день Закончим с этим Дайте жить Нормально людям Маху вон из города Маху вон из города Маху вон из города Маху вон из города Мы любим нашим бельчане, как никогда сегодня мы сплотились в одну большую семью, потому что наш город это наша семья, это наш дом. А дома всегда уютно, тепло, рядом с нашими близкими. Мы не допустим того, чтобы в наш дом зашли чужие люди. И мы из нашего дома будем выгонять всех бандитов. И сегодня день, когда не просто мы сплотились, а мы стали примером для всей страны. Я надеюсь, что наш поступок, наш шаг, на который пошли все мы, наши коллеги из фракции нашей партии, это оцените вы, во-первых, потому что мы это сделали для вас. И я от имени себя лично и от имени всех моих коллег, которые стоят тут, хочу преклониться перед каждым из вас за те слова поддержки, за теплоту, за доброту, которая выходила из каждого СМС, из каждого звонка. Поверьте мне, что все это нам придавало силы дойти до сегодняшнего дня. Спасибо вам огромное. Мы не отадим наш город. Это наш город! Молодцы! Молодцы! Спасибо, секунду. И чтобы результатом нашей голодовки, нашей фракции, мы были услышаны. Сейчас к нам на встречу едет посольство Америки и комиссия Евросоюза. Молодцы! Молодцы! Еще раз от себя лично я буду сказать, я выражаю вам огромную благодарность за поддержку. И помните, мы никогда вас не подведем. Мы будем идти до конца, как сказала моя коллега, друг Елена Грецко. Мы не отдадим наш город, чтоб нас опять грабили. Мы не отдадим его этим проходимцам, которые кричат, что они великие политики, великие аналитики. Дальше я не хочу говорить, что они просто... Вы сами знаете. И также я хочу напомнить вам, что наша фракция за сегодняшнюю ночь пределом, что два предателя, таких как Гула и Лисник, они нас покинули. Но вы все должны знать, что они предатели. Г ici! Вам еще раз я выражаю свою благодарность. Пожалуйста, идите с миром домой, дальше мы вам объявим И будьте готовы, что если нас демократы не услышат И будут дальше блокировать наш город с вами Мы призовем по всей стране людей, чтобы мы собрались и закончили с ними Да поможет нам Бог! Демократы, демократы, демократы